Поставить обыденную жизнь на паузу и довериться моменту. От эмоций зрителя моментально охватывает немота. Настолько глубоко трогает сердце каждое полотно. Здесь красота скрыта в привычном течении повседневности. Художник Андрей Блинов говорит, уровень мастерства коллег впечатляет. И подчеркивает, настоящий мастер всегда в поиске творческих решений. Поэтому любая картина для него остается незаконченной. Я посмотрел через год уже другим взглядом. Я бы тут не так сделал. Я бы вот это сейчас переделал. Но это с возрастом приходит. И люди с большим опытом уже мало делают ошибок. Этот проект родился в Череповце. На родине русского художника-реалиста Василия Верещагина. Выставка объединила 25 современных мастеров. Все они последователи Золотого века и продолжают традиции русской классической живописи 19-го столетия. Искусство развивается, так скажем, по кругу или по синусоиде в какой-то степени, мне кажется. И постоянно реалистические и модернистские традиции соперничают между собой. Так вот, эта выставка – это одно из достижений именно реалистических традиций. Тот случай, когда искусство понятно без слов. Это фантастически красиво. Даже если на холсте деревенский дом или долгожданная встреча солдата с сыном. 80 картин, и все они об одном – о малой родине, о ее роли в жизни каждого из нас. Реальные городские мотивы, как на ладони, в главной роли Владимир. И не только за окном, но и на холстах. Автор этой работы – Ольга Кузьмина. Она родилась в областной столице, но живет и работает в Москве. Однако любовь к родному краю по-прежнему трепетно хранит. Состояние тишины – это философия реализма. Картины больше напоминают живописную притчу. В ней и размышления, и личные переживания художников. На холстах – любовь в каждой детали. Здесь нет резких мазков. Пространство заполнено бережно и мягко. Именно вот эту выставку, на мой взгляд, объединяет в первую очередь Россия. То, что ты идешь по этой выставке, да, все работы написаны в реалистической манере, но ты видишь, что это Россия. Даже по натюрморту, даже по арбузу, даже по узбекской дыне, я сам с Узбекистана, но ты видишь, что это Россия. Выставку уже видели жители Ярославля и Рыбинска. Впереди Петербург. Кульминацией большого творческого путешествия станет вернисаж в Москве уже этой осенью. Наталья Забнина и Андрей Беляков, губерния 33. Субтитры создавал DimaTorzok